Следственный комитет начал проверку клиники, пациент которой практически ослеп после операции. 38-летнему москвичу провели ауто-липотрансфер, это вживление подкожного жира в сетчатку глаза для улучшения зрения. Но эффект получился обратный. Операцию Леониду Монахову делали в медицинском центре «Онклиник» в Москве. Все, включая главного врача, коммерческого директора, включая все руководство клиники и профессора по фамилии Ромащенко. То есть человека, они мне все сказали о том, что я со своей проблемой, это их пациент, и то, что они помогут мне, и гарантия того, что зрение мое улучшится, была, ну, с их слов, практически стопроцентной. Впрочем, никакого чудесного прозрения не наступило. Напротив, Леонид почти ослеп. Остаточное 10-процентное зрение сохранил лишь один глаз. Ауто-липотрансфер считается новейшей методикой лечения патологии глаза. В качестве материала для трансплантации берутся не клетки костного мозга, а клетки жировой ткани пациента. Во многих странах такая методика запрещена, но в России операции делают. Проблемы со зрением у Леонида были с детства. Сколько себя помнят, ходил в очках, но хотя бы видел. А теперь может различать только контуры. После таких результатов 38-летний москвич решил идти в суд. Получается, что он клиник. В лице руководства и профессора Ромашенко сделали мне нерегламентированную операцию, которая уже доказана и доктором Филатовым, и судмедэкспертизой независимой. То, что при моем диагнозе эта операция никаким образом не помогает. У меня сильно болит голова, у меня боли в крайних положениях, у меня общее нервное состояние, мне реально плохо. Я понимаю, что у меня село зрение, причем это произошло через 2 часа после операции. Когда мы видим услугу, которая мало кем используется, конкретными какими-то специалистами, и тем более в результате такой услуги, либо не наступает улучшение зрения, то есть пациент как видел плохо, и также у него зрение после этой операции не улучшилось. И тем более, если наступает вред здоровью, я считаю, что необходимо обращаться в прокуратуру и вообще проверять все подтверждающие документы, сертификаты специалиста, то есть лицензионные требования, то есть лицензию и так далее, и на соответствие. После поднятой шумихи представители клиники связались с Леонидом и просили отозвать иск, пообещав компенсировать весь причиненный ущерб. Но москвич намерен все-таки идти до конца. Ну вот у него самого и спросим о самочувствии. Леонид Монахов у нас на связи. Леонид, я вас приветствую. Расскажите, как, во-первых, вы себя чувствуете и какое вы приняли решение? Все-таки в суд пойдете? Вы знаете, в данный момент Следственный комитет занимается, в общем, моим делом. И у меня была судебно-медицинская экспертиза. И сейчас Следственный комитет инициирует еще одну проверку со стороны ООН Клиник. И по результатам этой проверки я буду принимать решение. Ну, скорее всего, да, это будет суд. А вас не устроило предложение, которое вам клиника сделала? Они же пообещали все вам убытки восполнить, вернуть. Вы знаете, я встречался один раз с владельцем клиники. Во всяком случае, он так представился. И он сказал, что он может мне компенсировать цифру в 125 тысяч рублей. Так, а вас почему не устроила эта сумма именно? Ну, потому что они сказали о том, что, в общем, они готовы компенсировать те деньги, которые я потратил конкретно в ООН Клиник. Так, а вы куда сейчас направляетесь? Расскажите, пожалуйста. Вы зашли? Куда? Да, я зашел в ООН Клиник, и вот сейчас мы поднимаемся по лестнице. Подождите, пожалуйста, подождите, пожалуйста. Вот, нас тут останавливают сотрудники ООН Клиник. Вот, это медицинский центр. Мы просим вас. У нас конференциальность. Все-таки есть пациенты. Какая цель съема? К доктору нам пройти надо. Так, хорошо, мы последим за этой ситуацией. Леонид Монахов у нас был на связи. Напомню, что его не устроило, как ему провели операцию на глаза. Вот сейчас он идет, как раз-таки пришел в клинику разбираться. Мы посмотрим, чем это закончится, его визит.